Международная космическая станция. Уникальный полигон для испытаний и экспериментов. На высоту почти в 400 километров в научную командировку заброшен очередной космический десант. Геннадий Падалко, Сергей Ревин и Джозеф Акабо проведут в условиях космоса более 40 научных экспериментов и фундаментальных исследований, необходимых для Земли. Некоторые из них проводятся на МКС не один год. Один из самых важных начинал космонавт Павел Виноградов. То, что я увидел, как передо мной создается вот этот космический мир, просто было феерическое зрелище. Плазменный кристалл – эксперимент с четвертым состоянием вещества – плазмой. Такого на Земле не увидишь. Оказалось, плазма имеет кристаллическую решетку. Это стало понятно после экспериментов в невесомости и перевернуло представление ученых о том, что такое четвертое состояние вещества. Пылинки, которые оказываются внутри плазмы, они заряжаются, начинают отталкиваться друг от друга. И когда у них есть ограниченный объем, они занимают то пространство, которое им отведено, отталкиваясь друг от друга во все стороны, что-то похожее на кристаллическую решетку. Черная бочка на орбите – вакуумная камера. Внутри не искусственный, а настоящий космический вакуум. В этой камере создается плазма, куда вводятся пылевые частицы микронных размеров. Для обработки результатов используется мощный компьютер. Все, что происходит внутри, фиксируют видеокамеры. Специалисты на Земле будут получать картинку вот именно вот этого кристалла и наблюдать за пространством кристаллизации, то есть то, что будет происходить вот в этой черной бочке. Данные оказались совсем не те, которые ожидали. То есть ожидали более-менее равномерную структуру кристалла, а в этой структуре внутри образовывалась полость. В процессе эксперимента мы это дело наблюдали, рассказывали, что мы видим на Землю. Земля ломала голову, говорила, такого быть не может. Завихрения, возникающие в плазме, в точности повторяют строение нашей галактики. Эта галактика в миниатюре, и только здесь можно узнать, как она зарождалась. Для генетиков эксперимент с плазменным кристаллом тоже стал открытием. Если на плазму воздействовать криогенно, охлаждать ее, получается точная копия строения молекулы ДНК. На основе этого эксперимента ученые разрабатывают новый мощный источник энергии. А там и до нового плазменного двигателя недалеко. Эксперимент, на базе которого будут создаваться те плазменные двигатели, которые смогут сократить полет к Марсу в разы. Экспериментами на орбите космонавты меняют привычный взгляд на мир, пространство и время. Сегодня это самый важный рубеж человеческой цивилизации. И главное – пропуск в будущее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова